привет друзья попробуем провести прямой эфир сейчас еще и технические настройки надо подключить все провода вчера хотел выйти в эфир но что-то уснул поэтому сегодня думаю посмотрим как у нас получится что получится посмотрим аудиторию привет привет всем кажется у нас с вами получится сегодня потому что уже 20 человек участвуют в нашем эфире вот и я думаю что будет хорошо а Привет, привет, так, чуть-чуть вот так, невозможно, все понимаем, как дела? Как дела у вас, друзья? Хорошо, чуть-чуть еще собираемся, все отлично, здорово, начнем. Спасибо. Давайте попробуем, еще раз, как дела, для тех, кто меня не знает, и я думаю, здесь таких мало, наверное, но надеюсь, что есть и новые подписчики, которые познакомили со мной недавно, потому что я стал продвигать свои видеоролики, которые с индивидуальной сессии, вот, и я надеюсь, что вы их видите, смотрите, и что-то вы с ними там делаете. И они, конечно, немножко страшноваты, там все плачут и ревут, но это единственный способ показать наглядно, что происходит с людьми на сессиях. Вот. Для тех, кому непонятно, можете посмотреть индивидуальные сессии в YouTube. У меня есть YouTube-канал, он так и называется Игорь Ким. Вот. Или эмоциональная свобода забьете, индивидуальная сессия, консультация психолога, и там мои видео выходят в рекомендованных, поэтому можете посмотреть, кому интересно. Вот. Я уже седьмой год помогаю людям высвобождать эмоциональные блоки из тела, и, откровенно говоря, уже в этом уже начал что-то понимать, да, то есть вот сейчас я в этом понимаю чуть-чуть больше, чем, наверное, остальные. Ну, возможно. Возможно, конечно, и меньше, но я не претендую на какую-то истинную последнюю инстанцию, поэтому могу ошибаться, но какие-то когда ребенок начинает взрослеть, это он уделяет себя от родителей, и он считает, что вы его не понимаете. Поэтому... вот так. Добрый вечер. Оп. Кажется, дождь в Алматы пошел. Так. Давайте так. Кто хочет, чтобы с ним поработали, вы можете выйти в прямой эфир, постучаться или написать в комментарии, я вас вытащу на прямой эфир, и мы с вами поработаем. Сразу предупреждаю, эта информация будет опубликована в Ютубе, она будет еще будет в Инстаграме, потом не пишите, не звоните, чтобы я удалял чего-то, я удалять ничего не буду. Поэтому прежде, чем выйти, внимательно, ну, хорошо подумайте, оно вам надо или не надо. Вот. А так, я думаю, ну, всем адекватным людям понятно, да, что эфир мой, все, что здесь происходит, мое, и что хочу я с этим, то и делаю. Мне, пожалуйста, что? Расскажите о сахарном диабете у детей. Сахарный диабет – это отсутствие внутренней похвалы. Это тогда, когда человек не может себя хвалить. Но так как это ребенок, то это, скорее всего, с родителями связано, то есть у родителей есть определенные проблемы, поэтому нужно работать с родителями, но и потом с ребенком. Привет из Уральска, я про… Вечно хочется спать. Это хроническая усталость, с ней надо работать. Здравствуйте, что можете рассказать про сонный паралич? Сонный паралич – это, честно вам скажу, это сразу, это вы мои клиенты. Около сонный паралич – это точно ко мне, это когда тебя душат, это вот для тех, кто не понимает, ты просыпаешься и не можешь шевельнуться, да, и у тебя ощущение, что на тебе кто-то сидит и тебя, ну, делает удушение. Многие начинают молиться или кричать, и вот эта фигня уходит. Это точно люди, которые, ну, вот, я думаю, что я могу таким помочь. Когда будете в Астане, как можно к вам записаться, напишите в директ. Вы можете прийти на мастер-класс, на индивидуальную сессию или на тренинг. В Астане индивидуально буду принимать с 20, 21, 22 августа. Тренинг будет потом уже в середине сентября. Сильная агрессия и раздражение – это, ну, в общем, приходите тоже поработаем, посмотрим, на что это связано. Ну, скорее всего, да, потому что эти сонный паралич, он потом, ну, знаете, появляются панические атаки, потом все хуже и хуже становится, оно накручивается одно на другое. Ну, планируете в Новосибирск? В Новосибирске я пока не планирую, я планирую в Москву пока, потому что по России. И, может быть, Тюмень, ну, не знаю, еще пока не уверен, думаю. Занимаюсь йогой, все асаны, получается, кроме одной лотос. Все, попробую, прочитала, связаны с психосоматикой. Честно, я не знаю насчет, там, асаны, там, лотоса, я ногу выше пояса поднять не могу сейчас. Ну, то есть, я не гибкий. Поэтому я не знаю, как это связано с психосоматикой. Скорее всего, это зажимы в тазу, это агрессия, и с этим тоже надо прорабатываться, но я не знаю. В Балхаше не бывает. Здравствуйте, здравствуйте. Я буду сейчас делать больше, знаете, вещей более доступной, чем то, чем я сейчас занимаюсь. Вот это вот, тренинги, индивидуальные сессии. И поэтому сейчас, наверное, эту неделю я еще, вот, август, скорее всего, потрачу на то, чтобы разработать тренинг для онлайн прохождения. Он будет по ценам разный, и он будет, знаете, такой доступный. Он будет ступенчатый, да, там, вот это столько, вот это столько, вот это столько, и все будет по доступным ценам. Поэтому, думаю, вот сейчас я вот этим займусь. Вот. Потому что так, мне кажется, будет намного хуже. Точно зажимы в тазу буду прорабатывать. Спасибо. Пожалуйста. Я проходил у вас вратских тренинг много, чтобы поняла техники работы. Ощущение, что нахваталось снова вампиров. Всегда хочу вам написать, но пишу в носе часто. Пишите письма прощения. Хотите, выйдите в прямой эфир, давайте еще раз подышим. Ну вот, ну. Чуть еще поработаем. Тем более, вы уже были, будет намного проще с вами. Вчера разместил пост, почему происходит сильное боль в затылке. Ну, это, во-первых, скорее всего, план зажатый. И, скорее всего, есть, ну, такое, что-то вроде зомбирования. Зомбирование – это когда есть люди, которые на вас влияют. То есть, под влияние кого вы попадаете. Причем профессионально будет так. Есть какие-то практические советы на каждый день. Письма прощения, аффирмации – все. Я думаю, это достаточно для всех почти людей. Если вы хотя бы, если вы сделаете письма прощения, вы поймете, что такое осознанность. Если вы будете слушать аффирмации, вы зазвучите так, как вам надо. Своей женщиной будете счастливы. Потому что все счастье и несчастье – оно в голове. И, знаете, самое очень тяжелое – мозготраха. И я не знаю уже, как сделать так, чтобы мозготрахи не попадались. Потому что, ладно, не себе мозг, но и мой мозг причем. Поэтому практические советы – это письма прощения, аффирмации. Прямо с легкими привлечь жидкость в легкие. С чем это может быть связано? Все, что связано с легкими – это нежелание жить, нежелание дышать. И поэтому как мантру себе возьмите «Я имя выбираю жить». И прям целыми днями проговаривайте. Запишите на телефон и крутите этот трек «Я имя выбираю жить». И прям вращайте, вращайте, постоянно слушайте. Я думаю, это может помочь. Во всяком случае, это не сделает хуже ничего. Я проходил у вас тренинг, прошел герматит, зуд. Это здорово. Вообще, большое спасибо, что вы написали. Потому что люди приходят и… У них проходит, и люди не дерятся за то, что вы написали. Вам большое спасибо. Адик, да? Круто. Псориаз очень часто, вот этот дерматит, он очень часто проходит, часто в голове, да? И когда мы вот это все вытаскиваем, все боли и агрессия, которая внутри сохранена, в общем, это помогает здорово. Спасибо вам большое за отзыв такой. Да, я хочу прожить мой эфир. Давайте я вас сейчас приглашу. Если болит спина, позвоночник. Если болит спина – это голова. Это те люди, которые много думают. Это те люди, которые стрессованы. Это очень важно довериться и, в общем, чтобы это убрать. И не ходите… Вот то, что касаемо спины, не ходите туда, куда вам дорого. И куда вы хотите за дорого переложить ответственность. А ходите туда, где вам по карманам. И второе, у тех, у кого спина, просто начните… Ну, пропишите писем прощения и все. Рак печени, как излечить, честно, я не знаю. Я же не лекарь такой. Меркулаустрофобию, как избавиться. Но, скорее всего, приходите. Не факт, что я помогу, но приходите. Я тоже у вас была очень благодарна. Большое вам спасибо. Я рад, что я смогу быть полезен. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Меня зовут Ару. Если вы помните. Я вас провожал. Меня провожал? Куда? Да, с Уральска. Помните? В аэропорт. А, все. Привет. Да-да-да. Я еще лень перепутал. Да-да-да. Продолжение следует... Что с интернетом? Вы зависаете. Интернет подвисает чуть-чуть. Обрывается. Да, что-то зависает. Вот так. Ага. Да-да. Програла? Так. Не знаю. Почему зависает? Не понимаю. У тебя интернет что-то очень такой. Или у меня. Ты меня нормально слышишь? Да, нормально. Ору, прощай, кто это там с собой? На что влиять за кореневые обиды? Ору, вот сейчас нормально. Давай, ставь телефон как-нибудь, закрывай глаза, давай подышим, посмотрим, что у тебя там сохранилось. У меня, короче, насчет папы тоже много чего. Здорово. С папой что у тебя вылезло? Что она вспоминала? Обида на него. Ну, за что? Что у вас? Блин, зависаете нереально. Может, здесь нам надо? То есть, от меня зависит, интересно, или нет? Я, честно, я не знаю. У меня нормально было слышно, или нет до этого? Таким-то кошку подъединили или где-нибудь. Сейчас стало хуже, чем было. Наля, привет, как дела? Ты иди туда, где была. Я не знаю, где-то, куда. У него вылечит. Я не знаю, может быть, это мой интернет не тянет. Может, возможно, твой. Ага, не знаю я. Потому что у меня ощущение, как будто у тебя. А у тебя, наверное, ощущение, что у меня. Ну-ка, давай я попробую вот так. Причу сеть. Теперь посмотрю, как работает Ютуб. У меня интернет нормальный. Я был с вами в одной группе, по-моему. Круто. Уральский учебский здесь. Сейчас зайдет. Она вас хорошо видна. Прощай, Марова. Можно с этого телефона зайти. Это кто с этого телефона? Теперь все хорошо. Значит, это у тебя, Ару. Ару. Можно с этого аккаунта. Это кто с этого аккаунта? Давай зайдем. Так, подожди. Ару. У тебя много имен? Все, я зашла. Сейчас все мои родственники будут. Блин, что, мои родственники? Да, сейчас ты приеду, да. Все родственники увидят. Да, мои родственники. Сейчас я отключу свой этот. Наушники свои подключу к ее телефону. Давай, давай. Погоди. Отключи этот. Ага, Bluetooth. Сейчас, секунду. Подключу. Что-то опять висит. У вас, видать, дома, там интернет. Или в уральске интернет плохой. Что-то нормально, нормально. Раз, до свидания. Я готова. Ребята, не обращайте внимания. У меня сейчас будет. Все, я готова. Не обязательно будет жизнь. Ну, давай попробуем. Игорь. Игорь. Сибирь. Да, вот. Она просто позаимствовала мой аккаунт. Да, и... Ее подписчики, пожалуйста, не смотрите. У меня телефон погнал. Рассказывай, что с папой? Так вот, он умер же у меня 8 апреля. Вы помните? Вот. Вы пришли обиды. Все, я вспомнил, я сейчас с папой все. Вспомнил, да. Ну, типа... Я вспомнил, что с папой. Он тебя, типа, любил и так далее. Там, обеспечивал. А я такая, нет. Он не до конца меня обеспечивал, да? Ну, такие вот разговоры у меня вылазили. Сама того не понимаю. И... В общем-то, так. Хотя я думала, что все, я его отпустила, забыла про все плохое. Получается, нет. Вот. Получается, нет. Еще с финансами опять проблемы пошли. И я еще... У меня было до такой степени больно. Ну, то есть, я плакала очень сильно. По счет, ну, по счет папы. И хотела сделать себе больно. Порезала здесь себе руки. Но не для того, чтобы умереть. А для того, чтобы моя физическая боль была сильнее. И чтобы я отвлеклась. Ну, вот до такой степени я гнала. Ну, тогда было? Нет. Это было... Где-то... Может... Три-две недели. Может быть, так. Давай, закрывай глаза, подыши. Давай, посмотрим, что это. Это прям нехорошо, что ты себя режешь. Ну, я не хотела умереть. Ой, блин. Простите. Я не хотела умереть. Я хотела, чтобы больно было. Закрывай глазки. Вдох через нос, выдох через рот. Просто дышим глубоко. Еще. И выдох. И еще вдох. Давай глубже. И вот пошло поджелудка. Селезенка. Все. Скажите, пожалуйста, человек, который... Так. Человек, который кто-то за инфару служит. Ну, там кто-нибудь переведет нас. В принципе, ну, чтобы просто проработать, не обязательно. Не оleich Hof. Э... Знаю. Я уже... Двигаюсь. Жизнь. Прочу. Голова не видно. 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 Продолжение следует... 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 Если вы хотите немножко проработать, то подышите. Единственное, кто-то рядом будет. Затылок? Лицо не имеет. А, ну все хорошо. Дышите. Если хотите проработать, то дышите. Я с вами тоже поработаю. Я могу сразу наступить, но не жалко. Дайте, пожалуйста, застой, что я не знаю. Вообще, я не знаю, насколько достаточно сеансов, но я рекомендую одного до три. Если просто с эмоциями придете, одного сеанса может спать. А так, ну, лучше побольше. Ну, два-три. Дышим, дышим, дышим. Не сопротивляйте дыши эти люди. Пусть свернется еще хуже. Сильнее пусть сворачивается. А они у меня ротом закрываются. Ага, да. Сильнее пути. Ага, да. Скажите, пожалуйста, если сверху роща необоснованно предприятирует на меня, за него само настроение нет, просто я должен промолчать и терпеть. Это зависит от того, в каком регионе из Казахстана вы живете. Если в Чемкенте, то у вас вариантов, по-моему, несколько терпеть. Если вы более северный или как этот, то лучше, наверное, уйти от цветовки и там не жить. О, Боже. Души глубже. Луки, руки не могу уже. Руки сломаются. Да, плачь по этому. Плакать начнешь, она отпустит. Давай, давай. Там кто-то еще не угомонился в ваших доброжелателей, поэтому тебя опять накрывают. Это ни хера, это не стресс, это опять сразу все это. Давай. Ну, классиф. Вот так, мой, хорошо, да. Вот так, мой, хорошо, давай. Вот так, мой, хорошо. У меня сейчас такое чувство, как будто я уже соглашаюсь, типа, заберите меня уже. Я типа, заберу. Плакать давай. У меня уже все равно, что будет. Чем больше поплачь, тем будет тебе легче. У меня уже, что не нет. У меня сейчас отпустит, души. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну пускай дорогая Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И еще. Купец, больно. Давай, давай, выдышай. О, жизнь. Не могу дышать. Давай, давай, дыши, и, пожалуйста, не уплакивайся. Как будто идет такое ощущение, как будто я в него что-то не верю. Ну и не веришь, пофиги. И вот сейчас не бывает. Ага. А руки у тебя так само свернуло, да? Давай. Ага. Это прямые фермы. Ой, папа. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok